Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня хочу рассказать вам о очень важной теме, конкретно о упражнении гильотина, которую сейчас очень многие фитнес-блогеры, тренеры пытаются продвигать вам как какую-то новинку, или даже не новинку, но как что-то полезное, что реально поможет расти вашим грудным мышцам. Но, друзья, как мы сегодня увидим, это не только бесполезно, это еще и опасно. Я хочу рассказать вам, почему это опасно. Во-первых, друзья, вы знаете, что плечевой сустав является самым подвижным суставом и, соответственно, самым травмированным. То есть травму получить именно в плечевом суставе легче, чем в любом другом. Даже чем в коленном. Именно за счет его мобильности, за счет его подвижности. Когда вы выполняете или пытаетесь выполнить что-то с точки зрения кинезиологии, биомеханики, не совсем удобное, не совсем корректное для ваших плечевых суставов, заметьте, не совсем, это уже чревато получением серьезной травмы. Это очень опасно для ротаторной манжетки плеча. А именно ротаторная манжетка плеча по сути и является самим суставом. Знаю по себе, у меня разорвана ротаторная манжетка плеча на обоих суставах. На левой больше всего. Я постоянно испытываю боли, я не могу выполнять огромное количество упражнений. Друзья, если вы будете опускать штангу на горло, когда делаете жимы лежа, это с гарантией приведет вас к травме. Обязательно. Со временем вы получите травму. А кто из вас тренирует отдельно ротаторы, вращатели плеча? Да многие даже не слышали о таком. Когда вы тренируете дельтоиды, то есть когда вы тренируете передний пучок, если кто-то из вас тренирует средний и задний пучок, то ротаторы не тренируются. Для ротаторов есть специальная тренировка. Я не раз показывал вам упражнения, которые необходимы для того, чтобы укреплять сустав. Потому что когда усиливаются мышцы дельт, когда плечо становится сильнее, это никак не сказывается на силе мышц вращателей. И если происходит дисбаланс, то вы сами понимаете, даже само это может привести к травме. Никогда не опускайте штамбу на горло. Как бы красиво это ни называли, или дина, кто бы вам это ни обещал, кто бы вам это ни рекомендовал. Это неестественно. Работайте в обычном, привычном для вас режиме. Либо Густаво показывал вам уже, как это делать. В одной из моих тренировок есть специальная техника. Советую вам найти, ознакомиться. Как реально прокачать грудные мышцы, при этом не сильно перегружая ротаторы плеча. Поверьте, лучше, если вы даже не попробуете делать это вредное, тупое упражнение гильотина, чем повредите себе вращатель, плечевой сустав, и просто, скорее всего, перестанете тренироваться. Как вы понимаете, плечевой сустав работает во всех движениях. И на дельты, и на грудные мышцы, и на трицепс, и даже на бицепс. И когда вы будете делать становую тягу, и когда будете качать широчайше, везде вы будете испытывать боль или дискомфорт, как минимум. Друзья, наша с вами задача не только становиться больше и сильнее, но и сохранять и улучшать наше здоровье. Поэтому лично я и Густаво не рекомендуем вам делать такое упражнение, как гильотина. И даже если вам скажу, что можно поработать с маленьким весом, прочувствовать мышцы, все равно это будет иметь травмирующий эффект на ваши плечевые суставы. Нужно вам это решать вам. Я не рекомендую. Что вы думаете о бенч-прессе гильотинах? Субтитры делал Dimait. Тренируйтесь грамотно. Не изобретайте велосипед. Чем проще, тем лучше. Соблюдайте базовые принципы тренинга, построение силовой базы, мышечной. И не забывайте о окислительных мышцах. Они тоже имеют огромное значение в массе и выносливости. Увидимся, друзья, в тренажерном зале. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Не забудьте поделиться им с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok